А сейчас мы должны повернуть налево. Хорошо, поворачиваем налево. Останавливаемся, смотрим по сторонам. И горестно восклицаем. Горе мне отцу, воспитавшему не дочь, а Сусанина. Куда твой GPS меня завел? Где-то здесь. Должен быть книжный магазин, в котором продается вот такой альбом по рукоделию. Мне Ленка рассказывала. Ну, сдается мне, кто-то из них двоих путает. Или твоя Ленка, или твой GPS. Пап, ну это же GPS. Он не может путать. О, доверчивое дитя технического века. Давайте не будем верять в свои судьбы. Горский микросхема поступим по старинке. Это как? Очень просто. Добрый день, будьте любезны. Подскажите, пожалуйста, как пройти к магазину... Как он называется? Вот дела. Какое странное название. Я говорю, вот дела. Похоже, 10 лет назад люди жили в каменном веке. А что вы делали, когда вокруг никого не было? Ну, как сейчас. Когда вокруг никого не было, шли наугад. И знаешь, каждый находил что-то свое. Кто-то красивый уголок Москвы, а кто-то и Антарктиду. Кстати, об Антарктиде. Предлагаю прервать поиски неведомого магазина и отправиться к адмиралу Лазареву. Запросто. Ну, тогда включаем фантазию. Раз, два, три. Поехали. Здравствуйте. О-о-о. Только, кажется, мы не вовремя. Еще как не вовремя. Спит твой адмирал, как сухопутный сурок. Ничего, я его сейчас мигом разберу. Настя, Настя, не смей. Что происходит? Кто здесь? Михаил Петрович, это всего-навсего я, Настя. А это мой папа. Так точно, папа. Ага, вот ведь, а мне сосна померечилась, будто я снова в Британии. Ну, вы присаживайтесь. Присаживайтесь, господа. А что это вы спали с книжкой в обнимке? Да, и в самом деле. Я хотел сказать, что утомился, работая с лоциями, Сирич, описаниями морей и океанов прибрежной полосы. Но теперь делать-то нечего. Вот придется сознаваться, что опочил на томике великого Барда. Стыд, стыд. Спать над прекрасными стихами. До кого? Здорово. Михаил Петрович, а если не секрет, где вы учились английскому? Наверное, у вас был хороший учитель. И, матушка, моим учителем был британский королевский флот, на коем оказался после окончания морского корпуса. Прибыл я туда 14-летним мальчишкой, да и за пять лет побывал в северном, средиземном морях, в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Вот тогда-то я и выучил английский язык, полюбил английскую поэзию, географию, ибо просвещенный моряк должен знать все страны света. Это знание может очень-очень ему пригодиться. Что-то я не пойму. Почему вас отправили на британский флот, а скажем, не на балтийский? Михаил Петрович, позвольте я отвечу на этот вопрос. Извольте, извольте. Дело в том, о моя любознательная дочь, что Англия издавна слыла царицей морей. А еще Екатерина II заключила соглашение с английским королем, согласно которому практиковаться на английский флот командировалось несколько человек-гардемарин. И вот вместе с семью лучшими по успехам товарищами был отправлен в Британию и Михаил Лазарев. Кстати, на английских кораблях русские гардемарины участвовали и в боевых действиях против французов, которые тогда нападали на торговые суда. А те, кто проходил стажировку на эскадре адмирала Нельсона в октябре 1805 года, приняли участие в знаменитом Трафальгарском сражении. В этой решающей морской битве времен Наполеоновских войн Франция и Испания потеряли 22 корабля, а Великобритания – ни одного. Что, простите? Англия ждет, что каждый выполнит свой долг. Такой сигнал перед началом сражения приказал поднять вице-адмирал Горацио Нельсон на своем флагманском корабле. Михаил Петрович, вы были чуть постарше меня. Служили среди чужих людей на чужом флоте. Вот неужели вам не было страшно? Совсем ни разочек не страшно. Отчего же, не страшно. Один разочек припоминаю. Правда, случился он как раз на нашей родной Балтике. Похоже, я догадываюсь, о чем сейчас пойдет речь. С вашего позволения, адмирал, я бы предоставил слово свидетелю этого редкого, а потому знаменательного события. Пожалуйста. Ох ты! Гестория сия относится к первым дням нашего обучения в морском кадетском корпусе. Ныне с доброй усмешкой вспоминаю я зеленых 12-летних юнцов, оторванных от материнских юбок и увезенных из отеческих имений никоего отношения к морю не имеющих. В тот день нам предстояло совершить первый в нашей жизни поход на тендере, одномачтовом судне. Путь наш лежал в Кронштадт и далее до Толкухина-Маяка. Сие великое плавание должно было определить, как мы воспримем море и как море воспримет нас. По сему поводу все волновались страшно. Особенно запомнилось мне бледное лицо моего будущего приятеля Михаила Лазарева. Пожалуй, он пуще остальных опасался, что его, прошу прощения, укачает. День специально был выбран зеловетренный. Наш тендер благополучно достиг Кронштадта, пронесся мимо укреплений и вышел в открытое море. Ветер усилился, шла крупная волна, тендер высоко подбрасывало. Кому-то стало плохо, кто-то ушел вниз, и лишь несколько человек, в том числе Лазарев, остались на палубе. Видели бы вы, господа, какая радость сияла в его глазах. Разумею, что именно в тот день он укрепился в том, что море – его призвание. О, господа, простите, но что это мы только что с вами видели? Что за дивную новинку. Я признаюсь, я совершил три кругосветных путешествия, но ни на одном из континентов не видел ничего подобного. Это видеозапись. Ничего интересного. В нашем 21 веке – самая обычная вещь. А вот три кругосветных путешествия – это да, это впечатляет. У меня нет ни одного знакомого, который совершил бы хоть одно малюсенькое кругосветное путешествие. Михаил Петрович очень скромно умолчал о том, что он первый российский моряк, который не просто совершил три кругосветки. Во всех трёх экспедициях он был капитаном корабля. Во время первого путешествия он возглавлял шлюп Суворов, во время второго шлюп Мирный, ну и, наконец, он был капитаном фрегата. Эйс! Ух ты, у меня нет слов. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Экая шустрая барышня. И не говорите, Михаил Петрович. А, кстати, я давно хотел вас спросить, а что за неприятность у вас возникла с русско-американской компанией? Какая неприятность? С какой компанией? Ну, с той самой, что пригласила Михаила Петровича возглавить шлюп Суворов и доставить грузы в Русскую Америку. Так тогда называли владения Российской империи в Северной Америке, включавшие Аляску, Алиутские острова, Александровский архипелаг и несколько поселений на Тихоокеанском побережье современных Соединенных Штатов. Не только соль, дробь, порох, канаты, якоря, но и хлеб приходилось доставлять из России. Вопрос, как их доставить? Через Сибирь? Дорого и опасно. На практике путь вокруг света через три океана оказывался пусть длиннее, но зато удобнее и выгоднее. И, между прочим, Суворов был первым кораблем, что отправился в Русскую Америку после окончания Отечественной войны 1812 года. Ну, а что касается неприятности, случившейся с Михаилом Петровичем Лазаревым... Да, сударь мои, путешествие наше не было легким, и нам, и кораблю пришлось испытать на себе морские капризы. Помню, один шторм длился три дня подряд. Шлюп наш бросала, как щепку. Но Лазарев спокойно стоял у штурвала, отдавая отрывистые приказания четыремрулевым. В конце сентября нами была открыта группа из пяти коралловых островов, кои получили имя «Острова Суворова». Мда, сударь мои, мы подходили к Русской Америке в куда более радостном настроении, чем покидали ее. Едва Суворов двинулся прочь от ее берегов, как на крепостной стене блеснул огонек. Вслед раздался выстрел, и снаряд упал в воду вблизи нашего корабля. За первым выстрелом последовал второй, затем третий. Что сделалось с нашим капитаном? Казалось, вся кровь бросилась ему в голову от гнева и возмущения. «Палить по своим!» – закричал он, по священному русскому флагу. «Ох, ответьи же ты, старая злая каналия! Самому царю доложу, кто ты таков!» Лазарев распорядился поставить корабль кормой крепостей, прибавить парусов и удалил лишних людей с палубы. И слов своих он не забыл. На родине подал жалобу на него, на купца Александра Андреевича Баранова, управляющего Русской Америкой, как собственный вочный. Жалобу рассмотрели, и высочайшим повелением Баранов был отозван в России. Михаил Петрович, откройте тайну. Из-за чего вы так крупно повздорили с Барановым, что он решился стрелять по вашему кораблю? Дело в том, что наш шлюп был готов к отплытию на родину. Трюмы, доверху наполнены шкурами морских котиков, песцов, лисиц, медведей, речных бобров, моржовыми клыками, китовым усом. Ну, груз цены неимоверной. И вдруг, чей субъект вызывает меня к себе и приказывает идти неведомо куда, производить промеры неходовых морских путей. Ну, рисковать грузом в два миллиона рублей я же не мог, а этому категорически отказал. Баранов же, как видите, осерчал. Михаил Петрович, да забудьте вы про него. Лучше скажите, вы на самом деле открыли Антарктиду? Ну, не буду отпираться. Открыл. Так мы не один, а вместе с Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном. Он командовал шлюпом Восток, а я шлюпом Мирный. Скажите, пожалуйста, почему столько шума из-за этой Антарктиды? Подумаешь, много-много льда на южной макушке Земли. Было бы из-за чего волноваться. Анастасия, не позорь меня перед Михаилом Петровичем. Ну, ты скажешь, много-много льда. Ну, надо же. А между тем, еще великий географ древности в Толемей был уверен, что на юге существует неведомый материк. Авторитет географа был настолько велик, что на картах чуть ли не до конца 18 века изображали огромный, почти до тропиков, южный материк. И открыть этот материк означало, цитирую нашего гостеприимного хозяина, обнаружить матерую на юге Землю. Существование кое, сидевшие в своих креслах, философы полагали необходимой для равновесия земного шара. Кстати, обнаружить матерую Землю мечтали самые отважные мореходы на протяжении целых столетий. И что, никому не удавалось ее обнаружить? Увы, никому. Дальше всех на юг продвинулся известный английский мореплаватель Джеймс Кук. Он первым в мире пересек южный полярный гру и поплыл дальше. На юг в январе 1774 года Кук достиг тех самых мест, а далее перед его взором предстали сплошные льды, пройти через которые его корабль не смог бы. Между прочим, Кук самоуверенно заявил... Минуточку, сейчас вспомним. Ах да. Он заявил, что обошел вокруг южного полушария в большой широте таким образом, что неоспоримо доказал, что нет вонам никакой материковой земли, разве в окрестностях полюса, куда пройти невозможно. Я определил точное положение некоторых прежде меня известных островов и учинил многие обретения. Так что последующим за мной мореплавателем всей части земного шара мало останется к открытию. Мало останется к открытию? Надо же, целая Антарктида, это мало, да? Да. А, кстати, Михаил Петрович, а почему вы с Белинсгаузеном отправились в путешествие именно в 1819 году, а не 10 годами раньше или позже? Политика, милая Настя, во всем виноват политика. В первой половине 19 века Россия, победившая Наполеона, упрочила свое международное положение. Этим ловко воспользовались сторонники идеи открытия южного материка. Они стали доказывать, что Россия, отличившаяся в военных действиях, должна проявить себя и на научном поприще. А чтобы иностранцы не возмущались тем, что наша страна отправляет корабли в чуждые ее политическим интересам южные и полярные страны, необходимо было одновременно организовать другую экспедицию, арктическую, на свой полярный север для открытия северо-западного морского пути. Ничего не скажешь. Ловко придумано. Да. И вот благодаря этой, как ты выразилась, ловкой выдумке, 4 июля 1819 года шлюпы Восток и Мирный покинули родную Кронштадтскую гавань и направились строго на юг по компасу, или, как говорят моряки, по компасу. Михаил Петрович, а скажите... Настенька, прежде чем ты забросаешь адмирал своим вопросами, я бы хотел тебя познакомить с теми, кому пришлось принять на себя всю мощь антарктических льдов. Знакомься. Шлюп Восток. О, да, да, да. Длина по ватерлине 39,62 метра. Ширина вместе с обшивкой 10,36 метра. Водоизмещение 985 тонн. Максимальная скорость 10 узлов, то есть приблизительно 18 километров в час. Корпус выполнен из сырого соснового леса на медных скреплениях. Второй обшивки не было предусмотрено. Словом, создатели Востока явно не рассчитывали на то, что шлюпу придется плавать в океанских, не говоря уже о ледовых условиях. Перед самым походом шлюп укрепили. Его подводные части обшили медью, железные рулевые петли заменили на медные, поставили дубовый руль. Но, впрочем, Восток был хотя бы новеньким кораблем. А вот Мирный до полярной экспедиции носил имя Ладога и работал всего-навсего транспортом, то есть грузовой лошадкой. Вот он, во всей красе. Длина по ватерлинии 37,3 метра. Ширина вместе с обшивкой 9,55 метра. Водоизмещение 884 тонны. Максимальная скорость 8 узлов в час. То есть он был куда тихоходнее, чем Восток. Отставал от него примерно на 2 узла, на 4 километра в час. Но, несмотря на разницу в скорости и сложнейшие условия плавания в беспрерывных туманах и льдах, Восток и Мирный ни разу, ни разу не разлучились. Настя чуть было не запамятовала одну важную деталь. Экспедиция была молодежной. Самому старому ее участнику, Фадею Фадеевичу, Белинсгаузену, во время похода исполнилось 40 лет. Михаил Петрович, а сколько стукнуло вам? На 10 лет меньше. То есть 30? Ничего себе. Ну не молчите, пожалуйста. Расскажите, как вы открыли Антарктиду? Вы сразу поняли, что это она, ваша матерая земля на юге. Что вы чувствовали? Что я чувствовал? Холод. Ужасный, проникающий до костей холод. 16 января достигли мы широты 69 градусов, 23 минуты 5 секунд, где встретили матерый лед чрезвычайной высоты и простирался он и так далеко, как могло только достигать зрения. Но удивительным всем зрелищем наслаждались мы недолго, ибо вскоре опять запас мурела, пошел по обыкновению снег. Отсюда продолжали мы свой путь косту, покушаясь при всякой возможности к зюйду, но всегда встречали льдиный материк, не доходя 70 градусов. Льдиный материк? Да. И это все, что вы можете рассказать о своем потрясающем открытии? Ну, вы даете. Вот я бы на вашем месте... Настя, не мучай, адмирала. У нас есть более красноречивый свидетель. Пожалуйста. Пасмурность со снегом при крепком ветре от Норд-Веста продолжалась во всю ночь. В 4 часа утра увидели дымчатого альбатроса, летающего около шлюпа. В 7 часов ветер отошел к Норду. Снег временно переставал, и благотворное солнце из-за облаков изредка выглядывало. Продолжая путь на юг, в полдень, в широте 69 градусов, 21 минута 28 секунд, в долготе 2 градуса, 14 минут 50 секунд, мы встретили льды, которые представились нам сквозь шедший тогда в снег в виде белых облаков. По причине снега зрение наше недалеко простиралось. Я взял курс на Дзюйт-Ост, и пройдясь им направлением 2 мили, мы увидели, что сплошные льды простираются от востока через юг на запад. Путь наш вел прямо в сие ледяное поле, усеянное буграми. Ртуть в барометре, которая постоянно опускалась, предвещала еще худшую погоду. В больших широтах, в коих мы простирали плавание, море прекраснейшего синего цвета. Пингвинам, в коих мы слышали крик, нет нужды в береге. Они также покойны и еще, кажется, охотнее живут на плоских льдах, нежели другие птицы на берегу. Но о чем он рассказывает? Ледяное поле, пингвины. Вот я бы на его месте на весь мир прокричала. Вот так. Сегодня 28 января. Мы с лейтенантом Лазаревым открыли Антарктиду. Слышите? Настя, душа моя, это мы знаем, куда подошли Мирный и Восток, к берегам Антарктиды. А Белинсгаузен с Лазаревым не были в этом уверены. Плохая видимость не позволила им рассмотреть окрестности. Они знали лишь, что еще никто не заходил так далеко на юг. Честно говоря, экспедиция открывала Антарктиду три раза. Ровно три раза шлюпы подходили к берегам Южного материка, не обращая внимания на льдины, что грозили смять корабли словно спичные коробки. Ну, Фадей Фадеевич и Михаил Петрович все-таки открыли Антарктиду? Вне всяких сомнений. А теперь, душа моя, загибай пальцы. За время экспедиции шлюпы Восток и Мирный прошли около девяносто тысяч километров. А это, между прочим, в два раза больше длины экватора. Плавание продолжалось семьсот пятьдесят один день. Из них шлюпы находились на ходу пятьсот двадцать семь дней, причем сто двадцать два дня южнее шестидесятой параллели и сто дней во льдах. При этом экспедиция Белинсгаузена-Лазарева шесть раз пересекала Южный Полярный Круг, четыре раза почти доходила до семидесятой южной широты, три раза до шестьдесят седьмой и один раз до шестьдесят пятой южной широты. За время плавания открыт материк Антарктида и двадцать девять островов. Здорово. Да. Ну, а теперь, как говорится, пора и честь знать. Не будем надоедать адмиралу. До свидания. Доброго вам здоровья. Ох, ну что, путеводительница моя, продолжаем мучить твой GPS? Давай. Пап, настоящие путешественники GPS не пользуются. Да, они пользуются компасом. Ох. Мне сам адмирал подарил. Ну, раз сам адмирал, тогда компасом, так компасом. Куда держим? Курс на Зюйц или Ост? Туда. Ох. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok